всем привет меня зовут я березин может кто помнит еще в общем сейчас я нахожусь городе чебоксары спросите зачем сюда приперся ну приперся потому что сейчас последние школьные каникулы вроде как хочется развеяться перед тег и открыть для себя что-то новое скажем так в городе я еще толком ни хрена ничего не видел потому что я приехал вчера вечером зашел только в торговый центр пожрал и пошел в отель на этом первый день пребывания у меня закончился сегодня сегодня я думаю я посмотрю побольше достопримечательностей может даже что-нибудь быть покажу вам вам вот поэтому до скорой встречи друзья вы знаете я прошел буквально пять шагов и увидел такую прекрасную церковь даже чем-то напомнил успенский собор москве владимире и это церковь имени чуваши нет не имени чувашей нет ну ладно не важно а дальше вы знаете если развернуться назад то можно увидеть прекраснейший вид на город здесь столько всяких зданий о господи просто душа замирает от этой красоты но здесь реально красиво на самом деле даже очень красиво что-то что-то Я случайно повернул направо и увидел объект федерального культурного значения, который был построен в 1960 году. Это памятник посвящен Чапаеву. Смотрите, какой он красивый, грандиозный, просто... Просто возвышающий. У меня просто замирает сердце, когда я вижу такие объекты. Он вообще находится в центре города, поэтому неудивительно. Я просто перешел дорогу вон там. Смотрите, какой он красивый, грандиозный, просто... 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 Сейчас видим национальную чебоксанскую ряду. Это картошка вот сюда, можно... Это картошка, какие-то булки, стаканы бьют, бьют просто... Это чебоксары, поэтому тут и салат есть... Ну что, можно сказать, в принципе, кафе неплохое. Вкусное. Я поел, я сытый. Могу буллить дальше. То есть, если кафе неплохое, в принципе, рекомендую. Пусть кафе. Продолжение следует... Друзья, сейчас, возможно, вы удивитесь, но сзади меня находятся новые здания правительства Чебоксары. С вида оно очень красивое, прям впечатляет. Если присмотреться вон к тому кружку, то это высвечивается герб Чебоксары. Конечно, камера не передаст все эти краски, но на самом деле очень, очень красиво. Друзья, а сейчас впереди меня находится, походу, старый дом правительства. Ну, в принципе, с вида оно не отличается и от других зданий, которые я видел за свою жизнь. Ну, вполне выглядит солидно. Пожалуй, мое лицо рядом с этим зданием будет уместно. Ну, реально выглядит неплохо, на самом деле. В общем, сейчас мне удалось подойти поближе к этому зданию. Я перешел через дорогу, хотя здесь сложно перейти через дорогу, на самом деле. Вот оно, как выглядит это здание. Ну, оно реально красиво. Мне кажется, это одно из главных достопримечательностей этого города, потому что остальные здания, это, в основном, один стандарт церкви, кафешки, ну и прочее. Итак, друзья, сейчас я нахожусь, можно сказать, на набережной города. Отсюда открывается изумительный вид на другую часть Чебоксары. В принципе, если разглядеть через камеру айфона, думаю, здание видно позади. Вот. Могу сказать, что в центре города здесь очень-очень мало людей. Здесь, по-моему, сколько я вижу, вдалеке стоит какой-то дядька. По-моему, даже два дядьки. Они базарят друг с другом. И все, то есть больше людей-то, в принципе, нет. Мост, здание правительства, здание правительства. Ну, население города Чебоксаров составляет 416, нет, 469. Ну, еще мы здесь округлить, в общем, где-то 500 тысяч человек. Может, из-за того, что мало людей здесь так мало. Не знаю. Итак, что же можно увидеть впереди? В принципе, набережная часть города, по-моему, это набережная, если я не ошибаюсь, очень сильно похожа на нашу Нижегородскую набережную. В принципе, если... Здесь напоминает вид, как из парка Швейцарии у нас в Нижнем Новгороде. То есть, когда вот встаешь сверху, это видно нижнюю часть города. Это у нас в Нижнем. А здесь видно тоже как бы с горы и тоже нижнюю часть города. Что такое здоровье? Друзья, а вы знаете, что я сейчас пью? Сейчас пью тарту, петаль. Национальный чувашский напиток очень оздоравливает и укрепляет иммунную систему. За вас! Друзья, тут небольшая ошибочка вышла. Тарху это называется, не тарту. Тарху, поэтому покупайте все тарху и будьте как Рубингот. Вот. Покупайте все тарту и будете как Чуваши. Друзья, сейчас я приехал на подпольную базу, где продают наркотики. Не думайте о ней наркотик, я просто инспектор полиции. Я полицай, я полицейский. Вот. Видите, там написано Чувашский Минздрав. Там информация, Минздрав, соцразвитие Чувашии. Вот, тут продают наркотики и я тут типа веду, типа веду расследование. Тут у меня даже очки есть, поэтому я вот сейчас вот. Сейчас я буду это расследовать. Я инспектор, инспектор по наркотикам. Вот, так что я инспектор. Я инспектор, да, и я сейчас буду расследовать. Здесь, говорят, обитает банда, банда Чувашских преступников. Я вот сейчас пистолетом иду расследовать. Прямо сейчас. Ладно, ладно, спросите, зачем я сюда приехал. Ладно, так и бы скажу, я приехал сюда за, 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 за комплевитом. Я обожаю комплевит, я его употребляю утром, днем и вечером. Комплевит стимулирует наше здоровье. Да, на самом деле я не инспектор, я наврал. Я не инспектор по наркотикам. Здесь нет наркотической группировки по Чувашии. Так что, вот. Хочу еще напомнить, что я приехал не только за комплевитом, я приехал еще за дизалом. Покупайте дизал и будет как вокзал. Поэтому всем советую. Открывай, 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 открывай. Выше, выше, выше. Ну, поехал, поехал, поехал. Мой бро приехал. Друзья, вы, наверное, сейчас меня спросите, куда меня занесло теперь. Но я вам отвечу, что меня занесло в обычный квартал города. Здесь ничего особенного нет, кроме памятника. И все. А, нет, впереди, если приглядеться дальше, то можно увидеть экономический факультет. Походу, государственного университета. Сейчас, если развернуться, то вон там далеко-далеко можно увидеть экономический факультет этого города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА